Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео Авторынок. Если вы на нас до сих пор не подписаны, рекомендуем подписаться. На канале масса полезного и интересного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто, в том числе и обзоры в разных форматах. Ну а если интересуют машины в наличии, либо наши вакансии, все это по ссылкам. Смотрите их в описании. Герой нашего сегодняшнего обзора из серии «Про что нужно знать перед тем, как купить поддержанный автомобиль» это большой корейский кроссовер, полноразмерный и отлично подходящий на роль единственного автомобиля в семье. До недавнего времени основным козырем подобных автомобилей была еще и цена на вторичном рынке. Но кое-какие преимущества все же до сих пор сохраняются в виде, например, недорогого обслуживания. Об основных нюансах при выборе поддержанного Santa Fe второго поколения в нашем сегодняшнем обзоре. Hyundai Santa Fe второго поколения в кузове CM появился в 2006 году. Машину выпускали до 2012-го. При этом в 2009-м был рестайлинг, в ходе которого не только поправили внешность в косметическом плане, но также и заменили полностью линейку агрегатов. Это коснулось как двигателей, так и коробок передач. На российском рынке эти автомобили можно было купить как с бензиновым, так и с дизельным вариантом мотора. Для дорестайлинга бензиновый двигатель имел объем 2,7 литра и выдавал 189 лошадиных сил, а дизель объем 2,2 и 150 лошадиных сил. На рестайловых автомобилях дизельные моторы сменились на более мощные 197 лошадей при том же объеме, а бензин потерял и в объеме, и в мощности, и в количестве цилиндров. И теперь под капотом бензиновых машин стояли рядные четверки объемом 2,4 на 174 лошадиные силы. Коробки передач 4- и 6-ступенчатые автоматы для дорестайлинга и рестайлинга соответственно, и механические КПП на 5 либо 6 передач. А по типу привода все российские Santa Fe, кроме рестайлинговых самых базовых с механической КПП, оснащались приводом на 4 колеса. Наш сегодняшний экземпляр – рестайлинг. 2011 год выпуска. Мотор 2,4, бензин, 174 лошади, автомат, полный привод. Вторая генерация Santa Fe получилась весьма немаленьким автомобилем. Длина кузова 4,65 м, ширина 1,89 м, а высота 1,72 м. При этом колесная база этого паркетника 2,70 м. Что касается толщины заводского лакокрасочного покрытия, то оно здесь довольно тонкое, и в среднем разброс показаний толщиномера будет колебаться в диапазоне от 90 до 110-115 микрон. Пусть это и не настолько мало, как на многих моделях для внутреннего японского рынка, тем не менее цифры незапредельные. Соответственно, в процессе эксплуатации эти автомобили обрастают сколами и мелкими царапинами. Зачастую сколы локализуются на переднем козырьке крыши, кромки капота абсолютно стандартны для этого места. И если сколы своевременно не подкрашивать, они могут начать рыжать. Однако глобальных проблем с ржавчиной у этих автомобилей пока еще нет. Естественно, при осмотре машины из неблагополучного в плане реагентов региона, желательно, если есть такая возможность, внимательно осмотреть автомобиль на подъемнике, а возможно заглянуть и под пластиковые накладки, которые здесь в наличии, например, на порогах. Под ними вполне могут быть очаги коррозии. Также коррозия на этих автомобилях может проявляться и на пятой двери. Традиционное для большинства универсалов место в районе ниши номерного знака. Что касается каких-то болячек по электрооборудованию, их у этого автомобиля на самом деле немного. Разве что, если вы смотрите автомобиль, который проехал уже под две сотни тысяч километров, крайне желательно проверить исправность климатической установки. По этой части бывают сюрпризы со стороны вентилятора-отопителя. Зато здесь практически никогда не бывает проблем по подрулевому шлейфу, подобно тому, как это происходит на автомобилях Nissan. Даже в почтенном возрасте, как правило, сохраняют исправность все стеклоподъемники и электрические регулировки. А к уязвимым моментам относится разве что выключатель стоп-сигналов под педалью тормоза, так называемая лягушка. В случае ее выхода из строя вы увидите ошибки по системе стабилизации на приборной панели. Что касается линейки агрегатов, первым официальным мотором под капотом такого автомобиля для российского рынка был бензиновый мотор объемом 2,7. Это G6EA, довольно старый двигатель, V-образная шестерка с чугунным блоком. У такого мотора по два распредвала на каждую голову. Есть фазовращатели на впуске в версии двигателя, которая ставилась на Santa Fe. У этого мотора самый обычно распределенный впрыск топлива и комбинированный привод газораспределительного механизма, где основную роль играет ремень, но есть цепи, связующие распредвалы внутри головок. Гидрокомпенсаторов в этой версии мотора нет, поэтому тепловые зазоры клапанов регулировать нужно вручную. Впрыск топлива на таких моторах самый обычный распределенный, а из элементов дополнительно усложняющих конструкцию, разве что впускной коллектор с переменной геометрией, то есть с заслонками. Сам по себе G6EA это очень надежный старый двигатель. К его основным недостаткам можно отнести склонность к проявлению расхода масла на угар на пробегах уже ближе к 200 тысяч, а также очень посредственные показатели топливной экономичности. В городском цикле на таких моторах нужно быть готовыми постоянно введить цифру от 15 литров на сотню. Правда и бензином он довольствуется 92-м. Также в случае, если ремень ГРМ оборвет, а регламент его замены это 90 тысяч, клапана на G6EA гарантированно загибает. Фиксировались также и случаи, когда заслонки впускного коллектора откручивались, и крепежные элементы улетали дальше во впуск. Правда массового характера такая проблема не носила. Все остальное по сути мелкие неприятности, как то выход из строя катушки зажигания, или подтеки, либо масляные запотевания по типичным местам. Клапанная крышка коренной сальни. По современным меркам это реально надежный мотор, который способен при должном уходе отъездить и под 400 тысяч километров. Дизельный мотор на дорестайлинге D4EB. Рядная четверка с чугунным блоком. У этого дизеля один-единственный распредвал. Привод ГРМ ременной. Гидрокомпенсаторы у него присутствуют. Также есть турбонагнетатель. А система впрыска Bosch Common Rail на обычных электромагнитных форсунках. Такой двигатель выдает 150 лошадиных сил и 335 ньютонометров крутящего момента. Вполне достаточные показатели даже для тяжелого паркетника, коем является Santa Fe. В плане ресурса поршневой группы подобные дизельные моторы в целом надежны. Но проблема может крыться в форсунках системы впрыска. Хоть здесь и стоят относительно терпимые к качеству солярки форсунки, тем не менее, в некоторых случаях они теряли герметичность и начинали лить, что в свою очередь приводило к повреждению поршней. Регламент замены ремня ГРМ на таком дизеле 90 тысяч километров. При обрыве клапана загибает. На старых дизелях не отличалась живучестью сама турбина. Около 150 тысяч километров отдали от переборка. Малый ресурс здесь демонстрировали также и свечи накаливания. В общем и в целом, с учетом того фактора, что пробег дизельных автомобилей зачастую превышает пробеги у бензиновых, поскольку дизельный автомобиль берут часто для того, чтобы наматывать на нем большие пробеги, покупка подержанного дизеля под капотом Санта-Фе превращается в лотерею. И если вам не повезет, то стоимость ремонта той же топливной аппаратуры будет гораздо больше, чем стоимость сэкономленного на расходе топлива. Рестайлинговый бензиновый мотор – это Г4КЕ. Рядная четверка с алюминиевым блоком. Здесь уже цепной привод газораспределительного механизма. Объем 2,4 литра, 170 лошадей, 220 ньютон-метров крутящего момента. У этого двигателя два верхних распредвала, есть фазовращатели и нет гидрокомпенсаторов. Впрыск топлива самый обычный распределенный. Из элементов, усложняющих конструкцию, блок балансирных валов в поддоне. Что касается моментов, связанных с эксплуатацией Г4КЕ, то здесь очень серьезным фактором выступало везение предыдущего собственника, а также его склонность скрупулезно придерживаться регламента обслуживания двигателя. Дело в том, что версия рядной четверки на 2,4 литра на этих автомобилях страдает теми же проблемами, что и Г4КД на АХ35 либо Спорт Эйдж. При покупке такого автомобиля с рук обязательно эндоскопия с осмотром зеркала цилиндров. Есть приличный шанс, что там уже будут присутствовать задиры. Либо нужно выбирать автомобиль, который уже прошел через процедуру капитального ремонта. Также в ряде случаев на Г4КЕ случались проблемы с поршневой группой. При удачном стечении обстоятельств и при отсутствии наплевательского отношения к обслуживанию, Г4КЕ способен проехать около 250 до 300 тысяч километров пробега. В плане ресурса он, конечно, уступает дорестайловому 2,7 литра, но зато выигрывает в расходе топлива. Santa Fe с мотором 2,4 будет все же поэкономичнее. Рекомендация при покупке такой модификации – тщательная диагностика двигателя. Благо, сделать это можно без особых проблем, с учетом хорошего доступа к свечам и, соответственно, к цилиндрам для осмотра. Ну и завершает повествование рядная четверка дизель на рестайловых автомобилях D4HB. Это чугунный блок цилиндров, это два верхних распредвала, это цепной привод ГРМ. Естественно, турбина, система впрыска с использованием пьезофорсунок, гораздо более критично относящихся к качеству дистоплива, чем у предшественника. Зато на этом двигателе есть гидрокомпенсаторы. Заниматься регулировкой зазоров будет не нужно. D4HB – это самый мощный агрегат среди всех, которые ставились под капот этих автомобилей – 197 лошадиных сил и целых 440 ньютонометров крутящего момента. К основным слабым местам этого дизельного мотора можно отнести ТНВД, срок службы которого отнюдь не равен сроку службы самого двигателя. В плане поршневой группы про пьезофорсунки уже упоминали. Цепь ГРМ отличается средним по нынешним меркам ресурсом и выхаживает около 200 тысяч километров. А из специфических болячек – клинштока управления геометрией турбины и выход из строя реле свечей на кава. В целом, если вас не пугает топливная аппаратура и качество солярки в вашем регионе позволяет, этот такой двигатель можно купить после тщательной диагностики на дизельном сервисе. Кстати, на D4HB периодически встречается и проблема с пробоем прокладки под головкой блока цилиндров. Что касается коробок передач. На эти автомобили, на дорестайлинге и рестайлинге устанавливались разные модификации КПП. На дизель и бензин они тоже различались. На дорестайлинге все автоматы были только четырехступенчатыми, а механические КПП – пятиступками. На рестайле прибавили передач. Теперь автоматические и механические коробки имеют по шесть ступеней. Что касается надежности. На самом деле, в этом плане все неплохо. Это касается как автоматов, так и механических трансмиссий. Единственный момент. У автоматов на этих автомобилях присутствует одна особенность. Особенно это касается дорестайлов. Связана она с появлением при езде толчков, при переключении, как правило, после длительного движения в пробках. Трансмиссия не любит перегрева, длительных пробуксовок и требует замены масла раз в 40-45 тысяч километров. Если выполнять подобные рекомендации, то данная трансмиссия без ударных нагрузок и таскания тяжелого прицепа пройдет у вас где-то под 250 тысяч километров, прежде чем попросится на обслуживание. Что касается механической КПП, вопросов по ней самый минимум. И основное, с чем приходится сталкиваться, это замена сцепления. Ну а ресурс компонентов сцепления, как правило, лежит в районе около 100 тысяч километров. И сильно сокращается, если водитель имеет слабые навыки обращения с МКПП. Либо использует автомобиль в очень жестких условиях. А вот о чем стоит помнить, так это про то, что эти автомобили, в отличие от предыдущего поколения, больше не имеют постоянного полного привода. У Santa Fe Classic была именно такая схема. Santa Fe в кузове CM получил самую обычную муфту подключения задней оси в работу. Эта муфта перегревается при длительных пробуксовках, вследствие чего может выйти из строя. Здесь, так же как на AX35 или Sportage, присутствует риск обнаружить полноприводный автомобиль, который остался только на передке, вследствие коррозии шлицевой части кардана. Ремонт недешев. Так что при осмотре подобного авто, если дело происходит в условиях отсутствия скользких покрытий, советуем вывесить машину на подъемнике и проверить наличие полного привода физически. В любом случае, это уже не внедорожник, а все-таки кроссовер. Что касается ходовой части Santa Fe в кузове CM, то передняя ходовка здесь выполнена по схеме Макферсон. Шаровые опоры запрессовываются в рычаги, но их можно поменять и отдельно, причем купить оригинальную деталь без замены всего рычага. Что касается ресурсов компонентов передней подвески, то если говорить про сайлентблоки, все это работает где-то около 150 тысяч. Пожалуй, наиболее слабым компонентом здесь будут стойки стабилизатора. Втулки стабилизатора выхаживают больше около 60 тысяч километров до замены, и плюс-минус доступ для замены втулок к стабилизатору здесь имеется, хоть он и расположен сверху на подрамнике. Рулевая рейка гидравлическая по части износа и стуков она обычно не преподносит сюрпризов, но с учетом больших пробегов автомобилей обязателен осмотр на подъемнике на предмет отсутствия течи по насосу ГУР и по магистралям. Также к расходникам в ходовке этого автомобиля можно отнести и опорники передних стоек. Они редко, когда переживают рубеж в 70-80 тысяч. Амортизаторы, как правило, ходят за сотку. Здесь все сильно зависит от покрытия, на котором эксплуатировался автомобиль. При осмотре подобного автомобиля на подъемнике не забудьте попробовать повращать кардан на стоящей машине. Если не вращается, шлицевая часть в редукторе еще в порядке. В этом случае нерабочий полный привод может быть вызван только отказом самой муфты. Если же кардан вращается, это будет поводом для серьезного торга, либо отказа от покупки вовсе. Причина подобного недуга – коррозия. Также стоит обратить внимание на исправность шрусов. Они здесь отнюдь не дешевые, а вопросы по ним случаются. Так же, как, например, и на Nissan X-Trail. Также, если пробег автомобиля уже превысил 150 тысяч километров, обратите внимание на то, в каком состоянии находится подвесной подшипник кардана. Как правило, он просится на замену плюс-минус в этом значении пробега. Эластичная муфта кардана живет подольше – порядка 180-200 тысяч, но она элементарно диагностируется просто визуально. Если есть разрывы и трещины – меняем. Что касается заднего редуктора, то его исправность можно проверить еще и при маневрировании на асфальте. Если автомобиль при повороте пытается ехать рывками или тащит колесо волоком, здесь проблема, которая будет в устранении отнюдь небюджетной. Что касается задней подвески Santa Fe в кузове CM – это многорычажка. В данном случае ресурс сайлинблоков около 200 тысяч километров. Потом может потребоваться что-то поменять. Опять же, есть возможность поменять их отдельно, без замены всех рычагов. Но при этом следует иметь в виду, что ступичные подшипники здесь меняются в сборе со ступицей. Амортизаторы и пружины стоят отдельно друг от друга. И вот по ресурсу пружин, кстати, тоже были нарекания. Они имеют свойство просаживаться, если автомобиль часто эксплуатируется с полной загрузкой. Это были основные моменты, про которые нужно быть в курсе, прежде чем решиться на покупку Santa Fe второй генерации в кузове CM. Если у вас уже был опыт владения подобным автомобилем, на котором вы накатали, достаточно и вам есть, в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все это в комментариях, чтобы люди, которые выбирают себе подобную машину, могли сделать окончательный выбор. Если наш сегодняшний обзор оказался вам полезен, понравился, не забывайте поставить лайк и подписываться на канал. Также пишите, какие автомобили вы хотели бы увидеть на нашем подъемнике в будущем. Ну а мы, в свою очередь, постараемся их для вас добыть и отснять. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока.